Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я отвечу на вопрос, почему у растений огурца зачастую вянут листья. Это явление, с которым сталкиваются очень многие любители огурцов. Огурцы правильно растят много, потому что это вкусный, ароматный овощ, с которым можно приготовить различные консервации. Поэтому огурец, пожалуй, один из наиболее популярных наряду с томатами, перцами и овощей. Но иногда овощеводы, любители огурца, сталкиваются с такими проблемами, на которые им трудно найти ответ. И одна из таких проблем, это почему вянут листья. Ну, начнем с очевидных причин. Первая причина, это, конечно же, слишком жарко. Когда слишком жарко, тогда и особенно одновременно мало влаги в почве, то в этом случае огурцы просто увядают, как любые другие растения, которым не хватает влаги. Отсюда вывод мораль. Ну, просто своевременно поливайте огурцы. У огурцов поверхностная корневая система очень уязвимая, поэтому они очень не любят, когда влаги слишком много, когда они подтоплены. Но одновременно почва очень быстро пересыхает, и они начинают обвешивать свои уши листья таким образом, что демонстрируют, что им не хватает влаги. Как правило, когда влаги не хватает в почве и очень жарко, то начинает вянуть верхушка. Вот эти вот листья остаются в порядке, а верхушечка вянет. Полейте, замульчируйте как следует, и с этой проблемой вы вполне справитесь. Но помните, если ваши огурцы склонны к горечи, если листья у вас завяли, то ждите горьких огурцов. Вот в этот момент, когда огурчики формируются, в них накапливается горечь. Поэтому не удивляйтесь, что огурцы стали горькими. Они испытали недостаток влаги стресса. Кстати говоря, если вы вспомните наш ролик прошлый про то, как избежать вот этого стресса засухи с помощью уксусной подкормки, вернитесь к нему, пересмотрите, и она вполне поможет вам справиться с этой проблемой, в том числе уксусной подкормки, в значительной степени снижают риски появления горьких огурчиков на сортах, которые к этому склонны. Вторая причина, почему могут вянуть огурцы при влажной почве, это очень высокая влажность в теплице. Дело в том, что листья испаряют влагу, и именно процесс испарения влаги из листьев помогает корням натягивать новую влагу. Если здесь влажность в воздухе слишком большая, листья не могут испарять влагу, и из-за этого они паникают. Листья больше, воздух уже насыщен паром, листья не могут испарять, а корни не могут подтягивать влагу. В итоге из листьев влага испарилась, они увяли, а корень не может сюда подтянуть, потому что не работают системы насосов. Из-за этого листики увядают. В этом случае вы можете увидеть увядание листьев как верхней, так и средней части растения. Листики поникают, нижние листья, как правило, остаются в порядке. И выходом из этой ситуации является хорошее, качественное проветривание, особенно в течение дня. Днем влага должна улетать из теплицы, для того, чтобы воздух был максимально сухой, для того, чтобы растения могли нормально функционировать. Но могу вам сказать так, что если почва влажная и если проветривание хорошее, а вот верху... Только самая-самая верхушечка мягкая, это ничего страшного. В том случае, если уже солнце зашло, наступают сумерки и верхушка сама по себе восстанавливается. Если вот такая ситуация у вас в теплице наблюдается, то паниковать абсолютно не стоит. Ну и третья, самая такая неприятная причина, почему может увядать огурец, это, конечно же, различные заболевания. В первую очередь заболевания, затрагивающие корневую систему, а также проводящую систему растений, ну то есть его стебель. Это могут быть бактериозы, это могут быть фузариозы, это могут быть многие-многие другие заболевания, которые проникают через корни, поражают корневыми гнилями и поражают сосуды. Если это корневая или прикорневая гниль, то это, ну, меньшая беда, чем сосудистые заболевания. Почему? Потому что можно обрезать растение, ну, сперва его присыпать землей, оно укоренится, немножко опустить его на шпалере. Когда оно укоренится, обрезать его от старых больных корней, конечно же, в это самое время, одновременно. А активно поливать препаратами бактоген, бактофит, гомаир, аллерин. То есть, там, если нету этих препаратов, вносите триходерму очень активно, для того, чтобы избавиться от инфекции. Вы можете триходермой проливать мульчу, например, но обязательно нужно, нужно, нужно туда вносить в почву какие-то агенты биологические, которые уничтожат эту инфекцию. Химические препараты практически неэффективны. Привикур вас от этой беды не спасет. Когда растение укоренилось, отрезали этот корень, там уже все с помощью биологических препаратов продезинфицировано, растение восстановилось, какое-то урожай еще даст. Гораздо большая проблема, когда сосуды забиты, забиты грибками, забиты бактериями. В этих случаях, одном и втором, когда корневые и прикорневые гнили, а также сосудистые заболевания, увядание листьев начинается снизу. В первую очередь увядают нижние листья. В этом случае лучшее решение это удалить растение, вот нижние листья увяли, верхние еще более-менее в порядке, снять все оставшиеся огурчики, какие есть во всех состояниях, удалить это растение полностью, а остальные пролить всевозможными биологическими средствами, я уже их назвал. Ну а также обязательно проливать и обрабатывать по листу таким препаратом, как МАКСИМУН. Он является просто универсальным и антистрессовым, и противогрибковым, и противобактериальным препаратом для лечения и для профилактики всевозможных болезней и болезненных состояний растений. Что ж, если вы столкнулись с увяданием листьев, проведите диагностику вот по нашей схеме, которую мы вам предложили, уточните свою причину и приступайте к активным действиям, чтобы не остаться без урожая огурцов и чтобы они были вкусные. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!